Всем привет! Вы на канале Вовчик Плей, с вами Владимир Ольга. Дорогие наши зрители, подписчики, друзья! В наше непростое время о неопределенности с судьбой таких платформ, как YouTube и Twitch, хочу напомнить вам о том, что все видео, в том числе записи стримов, сохраняются в нашей группе ВКонтакте. Ссылка на группу есть в описании к видео. Последнее время с YouTube происходят странные вещи. Многие наши зрители жалуются на то, что им не приходит оповещение о новых видео и начале стрима. На канале выходят минимум два видео в неделю. Во вторник – это день перед обновлением, и в субботу – день после обновления на ПТС. Заходите, даже если не получили уведомления. Также мы теперь стримим на новой стриминговой площадке Трова. Ссылка также есть в описании под видео. Будем рады, если вы станете нашими зрителями на этой площадке. Для регистрации на Трова нужна только электронная почта, на которую у вас есть доступ для подтверждения регистрации. Ждем всех с нетерпением. Ну а теперь о том, какие новинки ждут нас завтра. Завтра среда, 16 марта, с 9.00 до 13.00 по московскому времени в игре пройдут плановые технические работы. В это время сервера будут недоступны. Также технические работы будут и на официальном сайте. Завтра завершаются следующие ивенты. Во время фарма, сбора и рыбалки перестанет падать переливающийся несовершенный кристалл. Но, несмотря на то, что получить кристалл уже будет нельзя, имеющиеся у вас кристаллы можно обменять по квесту, либо продать в магазин NPC и после окончания ивента. Закончится ивент для коневодов. Сегодня последний день для участия в розыгрыше призов за коробки чувств. После завтрашних тех работ лотерея станет недоступна. На одном из моих последних стримов кто-то спросил, какой играет лошади самый высокий. Ну, я, как полагается, ответила, что десятый. На что один из моих зрителей написал, что фиг там. Сначала рысак, потом иллюзия. За ней иллюзия грез и венец эволюции лошади альпака. Мы посмеялись, но смех смехом, конечно. Но завтра в игру возвращается пушистая альпака. Ездовой маунт для шай. Добавлено задание, в ходе которого можно получить сертификат альпака. Задание доступно для класса шай 50 уровня и выше. Задание можно найти во вкладке рекомендуемое. Альпаку можно прокачать до 15 уровня. И по мере повышения уровней она может получить 7 уникальных навыков. Зная многих людей, которые с нетерпением ждут появления альпаки в БДО, чтобы поплевать с высоты на своих противников. В картинке этот скилл вы видите первым, в верхнем левом углу. Завтра будет изменен способ призыва Валенсийской дискотеки. Как и в случае с Кальфионской, вы можете призвать ее как старым способом, так и новым. Вызывается через диалог и пользовательский интерфейс с выцвешившим древним артефактом в указанном месте. Количество призывов устанавливает лидер группы. Все остальные члены группы регистрируют то же количество диска, что и лидер. И лидер группы, и члены группы получают награды за добычу. Монстры, которых можно вызвать через NPC, выцветши древний артефакт, имеют 5 уровней сложности. Рекомендуемая атака для каждого уровня сейчас на экране. Независимо от количества членов группы, сложность и награда босса меняются в зависимости от количества призывов, зарегистрированных игроком. Улучшены боевые задания гильдий. Лимит остался прежний, 10 гильдийных квестов, а награда за выполнение каждого задания была скорректирована. Теперь она одинаковая для каждого квеста и зависит от размера гильдий. Задание гильдий по покорению боссов, в которое вы могли получить свиток призыва босса гильдий, было сохранено. Будут добавлены новые боевые задания гильдий на убийство монстров, а также изменено количество монстров в боевых заданиях. Количество морских монстров, которых надо убить в гильдийных квестах, не изменится. Уберут из списка гильдийных квестов задания на монстров Кальфионе и Медии. Небольшое изменение будет у Фурии. Когда Shift-F или Вперед-F вводится после использования навыка вращения волн, умения «Водяная спираль» или «Голодная волчица» будут активированы первым. К квесту с озвучкой добавлена функция клавиш, позволяющая автоматически воспроизводить следующую строку. В случае выполнения заданий с озвучкой нажмите клавишу «Тап», чтобы автоматически воспроизвести следующую строку в диалоге. Теперь в палатке можно купить светляка Атаницы за 100 серебра на 30 минут и за 200 серебра на 1 час. И на прошлой неделе на корейский сервер был добавлен мечтательный дайн. Скорее всего, завтра его добавят и нам. Это иллюзия 10 уровня. Пока вы смотрите видео, я вкратце расскажу об этой лошадке. Получить мечтательного дайна можно специальным способом на ранче каменной пустоши и в грани. Для получения вам нужны два единорога – мальчик и девочка 30 уровня и специальный предмет – курительница грез. Курительницу грез можно крафтить. Рецепт крафта довольно сложный и многоступенчатый. Шанс пробуждения фиксированный, составляет 3% и не увеличивается от количества попыток. У мечтательного дайна 27 навыков, включая 3 новых навыка, которые есть только у него. Первый навык – серебряный шаг – нужен для перемещения по воде. Второй навык – тройной прыжок, позволяет единорогу прыгать еще выше. И третий – благословение Агьер. Используется сила воды для плавного снижения после высокого прыжка. Для движения по воде используется дыхание Агьер. На видео вы видите синюю полоску под хп и силой лошади. Дыхание восстанавливается, если вы стоите или двигаетесь на дайне по суше. Время, в течение которого мечтательный дайн передвигается по воде, приблизительно 15 секунд. Если полоса закончится, вы упадете в воду. При перемещении по воде можно использовать все навыки, которые можно использовать на суше, кроме атакующих. Однако нельзя использовать ружье при передвижении на этой лошади. И улучшены некоторые навыки дайна. Завтра в жемчужный магазин будет добавлен новый костюм на варвара. Ну и как обычно, короткий ролик с новым костюмом и несколько скриншотов. Субтитры подогнал «Симон» Были внесены правки в описании квестов и исправлены известные ошибки. На этом все. Кому понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал. Переходите на платформу Трова. Регистрируйтесь там. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Всем огромное спасибо за просмотр видео. И всем пока!